В Рязанской области насчитывается 297 школ, в них учатся 111,5 тысяч школьников. В этом сентябре к работе приступили еще три новых школы, во всех из них. Согласно прокурорским проверкам, подготовка к учебному году прошла успешно, но ряд несущественных нарушений все же выявлен. Требования противопожарной безопасности нарушены в четырех школах Московского района и в одной школе железнодорожного района областного центра. Для районов области характерны нарушения, связанные с перевозкой школьников. Обнаружены школьные автобусы, которые не оборудованы кнопками сигнала остановки. У некоторых водителей закончился срок действия водительской карты. По всем нарушениям прокуроры приняли меры реагирования. В этом учебном году эпидемиологическая ситуация внесла дополнительные требования к школам. Перед началом учебного года во всех образовательных учреждениях провели дезинфекцию. Во всех школах приобретено достаточное необходимое оборудование и закуплены расходные материалы. В частности, средства антисептической обработки рук, мыла и средства дезинфекции для поверхностей. Разработаны алгоритмы действий учителей и учеников в школах для того, чтобы дети как можно меньше подвергались опасности заражения. Только на эти цели на обеспечение дополнительных мер защиты было израсходовано порядка 96 миллионов рублей. Школы готовы, необходимые семинары проведены. Образовательные организации в тесном контакте с Роспотребнадзором в этом вопросе прокурорами нарушения не выявлено. А вот необходимое мероприятие по противодействию распространения экстремистской диалогии среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях проводится с некоторыми пробелами, которые выявляются прокурорскими проверками. К сожалению, не всегда на 100% мы ставим барьер перед этой проблемой. Прокуроры выявляют в основном нарушения какого плана. Библиотечные фонды не всегда сверяются с актуальным списком запрещенной литературы. Ряд изданий, которые уже признаны экстремистскими, могут оказаться доступны детям. Перед началом года прокуроры проверили и программы питания школьников. Нарушений пока нет. Надзорные мероприятия по обеспечению прав детей в образовательном процессе проводятся на регулярной основе.